друзья всем привет с вами коровит и мы продолжаем играть night of the dead и так что сегодня будем делать после предыдущего выпуска стало ясно что мы играем в какой-то в какой-то выживалку тире tower defense фото и сегодня мы будем отстраиваться будем делать оборону я думаю что это будет правильно вот но скоро нужно будет выдвигаться в город потому что я понял что очень много ништяков находится именно в городе то есть во всяких домах вот и их нужно обязательно тоже изучать и исследовать поэтому все это будем сегодня делать немножко подобываем резов вот пойдем отстраиваться у меня что-то по хп какая-то беда ну-ка подожди давай-ка мы чуть похаваем мне надо построить очень очень срочно мне надо построить сейчас скажу что так это мы кушаем яблоки кушаем может быть их надо было приготовить но наверно так тоже целом нормально животный жир кишки это нам не нужно птичье яйцо гриб белый гриб но чё-то мало он конечно восстанавливает да видимо нужно нам поохотиться на всяких лисов которые здесь в округе тусуются для этого нам нужны стрелы стрел блин надо много стрел у меня все по заканчивались куда вообще нет так стрел у меня есть все окей 25 стрел этого в принципе должно хватить вот здесь вот где-то бегала лиса вон она вон она вон она бегает маленькая и сюда ведь так в жопку не попал ты маленькая зараза смотри вот так все хорошо снимаем кожу снимаем мясо кишки всякое вот это вот он пойдем делать так стрелы тоже надо забирать грибочек эти красные тоже можно забрать и белый тоже можно забрать все нам пригодится для готовки так все тут окей теперь пойдем пойдем сходим на базу сейчас нужно подумать что что я буду отстраивать я думаю что я буду отстраивать вот эти вот беремна они мне на самом деле понравились как они работают вот вот эти штуки я не знаю они они вроде бы не ломаются ну по крайней мере я не вижу никакого никакой подсветки что я могу их починить вот если я таких сделаю здесь много и буду вокруг них просто мансить всех зомбаков то это будет в целом окей сейчас у нас только 9 часов утра вот времени еще в принципе очень много за это время можно очень много чего скрафтить будем потихоньку все это дело крафтить смотреть что тут и как причем вышло какое-то обновление еще буквально вчера не знаю что оно нам принесло так ну давай значит а тут у нас все по стариночке стол эти у нас есть вот стол для следования я хотел сделать мне для этого нужен канат деревянная доска пила материалы у меня по моему ресурсов много уже так опа мистер олень ну-ка подожди а все он он уже сбежал ладно за мистером оленя мы походимся тогда чуть позже вот ткани мне нужно в большом количестве то есть вот 10 штук из них делаем тогда канаты что мне еще из этого нужно из этого наверно больше ничего так далее смотрим что у нас тут где ноги где 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 вот стол исследования то деревянная доска одна и пиломатериал один не нужен и все пила материал есть деревянная доска есть все можно строить стол исследования его и наверно построю в базе внутри давай мы в базу зайдем а наш у меня вроде бы отремонтированная по моему сделал единственное у меня да вот здесь вот немножко покоцанный лежак но я его пока делать не буду оставлю так не буду тратить на него ресурсы так ловушки стол исследования построить у издоровенный какой так как тебя где у него перед а вот это блин ну придется устроить ставить возле окна ну ладно в принципе так но я особо не использую поэтому sky 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 будет вот так прикольно выглядит такой реально стол прям для исследований давай смотри о братик да ты чё гонишь что ли ел и отчет тут столько всего много офигеть растительное масло бульон колбаса колбаса серьезно труба двуручный меч сюрикены охота на животное дополнительное повреждение животного 20 процентов это перки какие-то смотри опталантическая ловушка шестерей бульон сколько лазерный меч лазерный меч сколько тут всего какой бульон мне эта игра все больше и больше начинает нравиться с каждым разом как я в нее начинаю играть вареное яйцо все это надо сейчас покушать немножко восстановить хп что у нас прям с этим беда все остановили значит из а подожди а что мне надо чтобы вообще что-нибудь исследовать вот у меня есть материал для исследования которые выпадают довольно часто навоз я делать наверно не буду пока давай что нибудь другое вот например пластик резиновое кольцо вот это вот вот это вот изучим будет у нас какая-то еда бекон печенье удобрение метательный топор скил улучшить оружие плюс 4 охота на животных можно охоту на животных взять в принципе тоже довольно так а что тут еще гибкость выносливость прыжка это все я могу в принципе изучить прям щас уклонение есть дополнительные повреждения дерево вот это классная штука это быстрее я буду рубить получается дерево материал для деревянного здания инвентарный слот ой блин слушай я наверное возьму сначала дерево вот 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 это будет здорово вот это будет прям нужная вещь так и теперь теперь надо максимально быстро сделать как можно больше различных ловушек хотя бы вот таких на первое время компрессор какой-то нифига себе гильотина уничтожитель и и полы резак были классно классно так но я я буду делать колючий забор первую очередь ловушка для мелких животных мина пол ловушка мне кто-то спрашивал в комментариях корбит а если здесь ловушки есть ребят ловушки есть вот такие вот принудительно при привлечь рядом находящихся зомби но это типа ставится прям перед там какой-нибудь ловушкой так ловушка для животного но этого для кроликов для каких-нибудь наверное так ну мне нужно вот это причем в огромных количествах мне нужно для этого канат ветвь дерева и обтесанное бревно обтесанное бревно и ветвь дерева без проблем сделать а вот канат надо много ткани сколько я могу сделать 5 это то есть я могу сделать получается 5 ловушек до 5 ловушек понимаю блин я тут все деревья уже опа там сутки товарищ а нет это не товарищ это у нас олень мистер олень ходит он там вот усить попал я по ним не давай попробуем его убить довольно быстрый не я наверное его не убью он скорее всего сбежит от меня 2 стрелы 3 стрелы и мистер олень готов отлично а или 4 стрелы в него попал 4 стрелы по моему до 4 стрелы так и что он мне подарит я надеюсь много мяса освежающего мя одно мясо кишки оленя шкура олень и кости животный жир стрелы а подожди я блин я же самое важное забыл построить я же пришел в город с специальной целью так подожди давай-ка мы немножко добудем здесь ресов я же хотел построить шкаф мне нужен шкаф для того чтобы хранить ресы в предыдущем выпуске я нашел очень много ресурсов я их тупо не смог взять потому что мне было некуда и брать у меня закончился инвентарь поэтому нужно нам сейчас построить какие-нибудь шкафы 3 и вот типа ящик для хранения вот 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 это вот мне и нужно для хранения различных предметов вот тоже для хранения материалов ну вот хотя бы вот такой сделать ящик для хранения различных предметов деревянная доска и гвозди мне нужны так могу ли я сделать три гвоздя деревянные доски мне нужны три гвоздя деревянные доски давай смотреть гвозди так все отлично гвозди сделали деревянные доски да тоже могу сделать давайте пять штучек сделаем ящик для хранения вот строить довольно большой я построю его наверно лучше на базе открывай господи вот где-нибудь 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 не знаю здесь наверно возле возле кровати муж как-нибудь его сюда в пиндюре посмотрим и ты ящик хранения построить нибудь вот здесь этого можно развернуть вот так ставить о отлично прям идеально он так все вот такой ящичек сколько здесь ой здесь не так уж и много места слушай так ну я не знаю такие наверно издушные ботинки еще можно выкинуть меня не поют как здесь выкидывать то что-то ладно ставим и здесь что я еще оставлю молоток давай ставим не знаю для чего мне очень нужен так здесь у нас патроны какие-то какие-то ресурсы вот типа кирпичи тесаны к подожди как это а вот все масло есть лисий когти это лисия шкура ну вот это вот все можно принципе оставить здесь железная руда это что порах все места нету больше но получается следующее исследование у меня будет для того чтобы увеличить инвентарь инвентарь надо увеличивать это точно это сто процентов пойдем посмотрим в тот дом вернемся который я лутал сейчас в принципе вот я довольно много уже поиграл и прошел один игровой час вот то есть мне еще в принципе играть и играть стаминка заканчивается так вот эти дома я не помню взял ли я отсюда во все взял ну там то я точно взял не все а вот взял ли я отсюда во все надо проверить еще интересный момент будут ли появляться новые зомби в тех местах которые я уже обчистил так что я здесь не лутал что я тут 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 наверно все у меня залутано здесь я по моему зовут а вот здесь вот навоз кстати железная плита которые довольно ценный кстати так ну и вот это тоже можно все думаю залутать здесь будет по-любому какой-то металл который мне обязательно пригодится кусок железа да вот это мне будет нужно вот эти ящики вот это все нужно лутать все это оказывается все это может пригодиться причем даже не может пригодиться обязательное. Вот тебе, пожалуйста, материал для исследования. Плюс 2. Мне, по-моему, надо было 50 или 25, что-то такое, чтобы увеличить инвентарь. Так. Здесь не лутается ничего. Там тоже не лутается. Вот здесь еще ящик есть. Так. Столик этот. Ничего? Нет, со столиком ничего не могу сделать. Тут вот тоже есть. Ага. Две коробки еще. И пойдем потом в тот дом. Вернемся. Там, я знаю, точно патроны были, я видел. Еще что-то. Я там, по-моему, даже не все комнаты прощупал. По-моему, только одну, и у меня там что-то не влезло, и я сразу оттуда ушел. Поэтому мы сейчас туда обязательно вернемся. Надеюсь, там никого больше не будет. Надеюсь, что всех зомби мы оттуда возобрали. Да, лута, конечно, много. И в эту игру, наверное, интересно играть все-таки с компанией. Здесь есть мультиплеер, и, по всей видимости, в этом мультиплеере ты будешь играть на одной большой карте с другими игроками. Возможно, в будущее мы посмотрим с вами и мультиплеер также. Но пока интересно посмотреть именно на составляющую геймплея. Что тут вообще и как тут. Так, это я могу открыть? Нет, это я открыть не могу. Вот сюда нам. Это я могу что-то сделать? Нет. Так, давай-ка мы, наверное, возьмем битву, потому что мало ли кто здесь есть. Совы какие-то орут. У-у-у, совы. Гвоздь, канат. О! Гвоздь и канат это очень нужные вещи. Так. Вот, смотри, сколько тут всего. Тут прям добро-добро. Добро-добро. Забираемся. Тут у нас зомби что-то выпало. Материал для исследования. Кусок ткани. Вот тебе, пожалуйста, тоже. Полезные вещи. Вот тут ящичек у нас. Еще в ящике. Пиломатериал. Канат. Гвоздь. Тоже очень-очень нужные предметы. Один канат это, по сути, как одна ловушка. Пластики, арматура. Ну, это я пока не знаю, куда мне пригодится. Так, а здесь же еще вроде бы были дома. Вот эти два, по-моему, где-то еще здесь был дом. Может быть и нет. Может быть и да. По-моему, вон там, выше. Давай-ка мы туда выше, наверное, еще пройдем. И параллельно, пока будем туда идти, залутаем вот эти вот машины, которые тут стоят. Масло, кусок пластика, кусок ткани, кусок железа. Отлично. Прям вот все, что мне сейчас как раз нужно. Не знаю, кстати, плюс это или нет. То, что у персонажа нет показателя веса. Наверное, это не особо так влияет на геймплей, видимо. Поэтому разработчики этого не стали делать. Но с точки зрения реализма, конечно, хотелось бы, чтобы вес тоже присутствовал. Чтобы он как-то влиял. Так, здесь... А здесь я, наверное, был, да? Я, по-моему, отсюда начинал. Да, я, по-моему, отсюда начал. Железо. Так, у меня есть, кстати, создать стол для исследования оборудования. Я получу 10 металлов... 10 кусков железа, как бы, в награду. Но я этот стол уже сделал. Получается, мне его можно сломать, наверное, сделать еще раз. Тогда я получу... Необходимую награду. Да, здесь больше ничего нет. Я думал, тут еще были какие-то дома, но нет. Там уже только город дать. О! Я застрял? Я застрял в дереве, прикинь? Понимаю. Так, ну все. Нет, в принципе, можно на мистера оленя поохотиться, на вот этого, если получится. Взять с него мясо. Взять с него мясо, напохавать. В жопку. В ножку. В дерево. Куда-то. Есть контакт. Четыре стрелы надо на мистера оленя. Две стрелы на мистера лису. Две стрелы я с него забрал. Пятнадцать стрел. Блин, нужны стрелы. Так, хорошо. Животный жир. Не знаю, для чего мне это все пригодится, но я думаю, что пригодится обязательно. Животный жир и все вот это вот остальное. Так, мне еще уж надо много дерева-то, в принципе. Пособирал немножко лута. Теперь давай сделаем обтесанное бревно. Я не знаю, сколько штук. Пятнадцать давай сделаем. В любом случае пригодятся. Так, что там еще было нужно нам для этих ловушек? Колючий забор. А, ну все. Окей, то есть сейчас я, получается, могу семь штук таких построить. Так, ну будем здесь тогда строить как-то кучкой. То есть, ну вот, вот, как-то вот так я, наверное, буду их ставить. Так, бенч. Немножко развернуть. Вот так. И здесь тогда будем уже от них мансить. Так вот. Надо, наверное, поближе их все-таки ставить. Я, по-моему, слишком, слишком далеко их решил ставить. Надо поближе их немножко тыкать. Обязательно, чтобы был между ними проход. Чтоб они об них бились. Все, да, все. Пока больше не... Ну, слушай, неплохо. Если вот сюда завести вот эту орду зомби, то, ну, мне кажется, они здесь долго не проживут. По-любому. Так, веточки ломаем. Я вот, кстати, еще не посмотрел. А есть ли какой-то другой инструмент у меня, помимо топора? Может, какая-то мини-бензопила будет или что-то наподобие? Еще мне интересно вот здесь вот получше посмотреть. Лазерный меч, огнемет, молото. А, ну это вот все то, что мы изучаем. Потом можно будет здесь скрафтить. Болты-баллисты, булыжники, коктейль молота. Пули для винтовки, кстати, могу уже, в принципе, скрафтить. Так. Здесь у нас сумка с боеприпасами. Нож, лук. А, это типа улучшение. Да, да, это у нас улучшение идет. То есть я могу улучшить что-то. Лук, кирку. Ага. А это что у нас? А, это я могу разобрать какой-то материал. Понял. Так, здесь хорошо. Построил, кстати, еще вот такую штуку тоже. По идее, должен был быть ящик для материалов. Но что-то он прям какой-то слабенький. То есть в нем очень мало ячеек. Вот. Поэтому лучше всего, наверное, строить вот такой вот. Но вполне возможно, что вот такой сложнее сломать, чем вот такой. Если, допустим, зомби будут на него охотиться, скорее всего. Так. Не, не сюда. Вот сюда. Давай смотреть. Пу-пу-пу-пум. Так, комбат. Нет, это нам не надо. Предметы. Вот. А, а, винтательный топор. Нет, это не то. Плавки, предохранитель. Нет, это тоже селитель звука, радиоприемник, беспроводное оборудование, громкоговоритель. Это тоже нам не нужно. Нет, я не вижу никаких предметов для того, чтобы ускорить процесс сбора ресурсов шоколадную. Ну, вот, кстати, что касается еды, еды здесь много довольно-таки. Ладно. Нам нужно исследовать что? Уклонение. Знание деревообработки. Вот, инвентарь 25. А у меня сколько? Подожди. 25. А, ну все, я, получается, исследовал. А здесь 50. А сколько у меня, подожди, исследования? А тут сколько у нас? Тоже инвентарь. Ну, у меня уже столько не будет, да. Почему-то не показывается, сколько у меня, хотя до этого показывалось через черточку. Сейчас почему-то не показывается. Ладно, здесь вот у нас еще, получается, 12, еще 12, еще 12. Материал для каменного здания, материал для деревянного здания, минус 15%. Грабеж. Увеличивает скорость для завершения, 15%. А, ну это, типа, сбор ресурсов, получается, ускоряется. Так, здесь у нас комбат. Умение, скорость атаки, дополнить повреждения зомби, 20%. Дополнительное повреждение людям. Ну, это, видимо, в ПВП только будет работать. Охота на животных. Так, ну, наверное, я думаю, следующее мы будем изучать тогда еду. Вот эту вот. Вот, как-то так. Ну, все, мы, получается, изучили. Теперь у меня больше предметов, может быть, в инвентаре. Это хорошо, это прям большой плюс. Давай мы приготовим еды. Вот так вот, чтобы потом покушать. А пока, пока нам надо двигаться дальше. Березка! Отпусти меня, березка! Отпусти! Так, нам надо двигаться дальше. Я хочу вот таких штук сделать очень много. То есть, еще вот здесь вот тоже все это дело застроить. И, блин, ну, было бы на самом деле классно построить что-то наподобие забора, да? Мне кажется, это было бы кайфово. Давай-ка мы сейчас посмотрим. Что нужно, чтобы сделать забор? Стена, колонна. Колонна, поддерживающее здание. Но это нам не надо. Стена, лестница, барьер. Вот, ограждение. Построен для защиты поручней. Защитный барьер. Вот, для защиты от зомби. Три каната надо, офигеть! Ну, это, типа, много триканата. А потесанное бревно одно. А может быть, это будет большой какой-то там, ну, это, типа, забор. Такой большой кусок забора будет. Давай сейчас посмотрим. Мне кажется, не, мне кажется, он будет небольшой вообще. Типа и близко. А, не, ну, смотри, немаленький. Немаленький такой. Ну, смотри, чтобы вот здесь вот, например, все застроить, да, вот так вот. Ну, надо много, наверное, таких стеночек. Типа, раз, два, там, ну, не знаю, три, четыре, пять, шесть, семь, возьмем. Короче, чтобы вот эту сторону, допустим, застроить от этой... Кто? Кто торчал? Послышалось. От этой стены и вот до сюда, до обрыва, примерно штук восемь-девять нужно. А это надо очень много канатов. То есть, очень много ткани нужно. Ну, в принципе, если, допустим, у нас после сегодняшней атаки будет много жертв зомби, которые мне подарят много кусочков ткани, то, в принципе, это возможно. Потому что добыть дерево, сделать обтесанные бревна, это, ну, в целом, недолго. Вот. Самое долгое, это, конечно же, делать вот эти канаты. Это, ну, прям процесс долгий. Тут же плюс еще нужна лоза. То есть, ну, все так просто. У меня сейчас, получается, 14 канатов. Я их потрачу сейчас на ловушки. На ловушки. Сумка для продуктов, сумка для материалов. Вот, опять же, почему-то непонятно, сколько я могу всего здесь носить. Сколько я могу носить предметов здесь, сколько здесь, сколько здесь. Почему-то нигде это не отображается. Интересно. Ладно. Так. Давай еще что-нибудь посмотрим. Может, я еще что-нибудь интересное смогу здесь скрафтить. Огнемет. Ну, это уже все. Это уже, наверное, будет не сейчас и не скоро. Ну, я думаю, что мне стоит сделать еще один ящик для хранения. Так, гвозди мне нужны. Деревянная доска. Две деревянные доски, точнее. Две деревянные. Давай три сделаем, пускай будет. И гвозди. Гвозди, кстати, можно сделать много. Они постоянно мне требуются. Лестницу бы еще, кстати, сделать прикольно. Вот эту. Г-образную. У меня, в принципе, на нее материала хватает. Пока она как бы не особо сейчас нужна. Так, а где? Подожди, блин. Я потерял. Вот. Ящик для хранения. Давай где-нибудь здесь его тоже поставим. Что-то он сюда почему-то не ставится. Вот так. Интересно. Интересный момент такой. Ладно, поставим тебя вот так тогда. Оп. Все. Почему я строю это на улице? Потому что потом в будущем это будет... Ну, я планирую, что это будет как... Скажи-скажу... Двор такой, типа, мой. Вот. А вообще, наверное, я что-то так подумал. Наверное, стоило бы отстраивать базу в другом месте. Где-нибудь, может быть, в районе города. Или какой-нибудь дом попробовать сделать вместо базы. Но я думаю, что это будет чуть позже. Может, не знаю, в другой части. В другом сезоне по этой игре. Не знаю. Пока будем отстраиваться так. Мне в целом интересно вот именно построить свою как бы базу. Именно от нее уже как-то отыгрываться. Так. Ловушки. Колючий забор. Чего у нас не хватает? Ветвь дерева. Тесанное бревно. Тесанное бревно. Так. А я могу сделать много. Да. Так. Давай делаем. Ветвь дерева. Тоже много делаем. Все. Так. Я выдумаю. Строить их в одном месте, эти штуки. Ловушки. Или как-то рассредоточить их. Наверное, мне кажется, в одном месте будет лучше. Если я буду, допустим, всех зомбаков там мансить. То, наверное, лучше, чтобы они все стояли плюс-минус в одном месте. Вот так. Бенч. Здесь вот дорожка. Я ее хотел оставить. Может быть, потом сделаем какие-то ворота. Здесь тоже сделаем вот так. Давай сделаем, наверное, да. В три слоя я сделаю вот эти шипы. Будут у меня как бы вот так вот. В три слоя они идти. В три ряда. Получается. В три слоя. Господи. Вот это дебил. Что ты несешь? Так. И вот сюда. Уголок. Все. Вот то есть... Офигеть, сколько здесь их. Я уже прям жду, когда на нас нападут зомби, чтобы проверить все эти мои ловушки. Блин, ну классно. Это все, конечно, выглядит. Стену, кстати, можно построить отдельно вот здесь. А ловушки оставить открытыми. Потому что я-то, в принципе, здесь пробежать могу. А вот для зомби будет это большая проблема. Поэтому было бы неплохо, наверное, стены все-таки строить немножко в другой стороне. Стейрс, вот, барьер. Подожди, а что за ограждение? Как оно вообще выглядит? А, ну это просто забор какой-то, да? Мне кажется, его сломать вообще можно на изи. Вот. Все-таки деревянные вот эти ограждения, они гораздо... Гораздо лучше вот эти. Барьеры. Да, но канатов надо, конечно, дуром. Штук 30 надо, да? Чтобы хотя бы одну сторону сделать, надо штук 30 канатов. Офигеть. Еще плюс куча обтесанных бревен мне нужно. Ладненько, ребят, на сегодня будем заканчивать. Я, наверное, сейчас вне записи побегаю, насобираю очень много ресурсов. А на следующем выпуске мы уже начнем строить. И уже будем отражать вторую волну нападения зомби. И, может быть, даже успеем еще сбегать в город. С вами был Коррид. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok